Вечерний эфир Александр, не бойся, заходи Колчин уже ушел Мы в безопасности Все новое, все в пленочке Мне нравится, как Саша реагирует на нашу студию Он говорит, все, приехал в Москву У вас тут так все красиво Привет, давай здорово Я Маша, очень приятно Я Миша, можно не целоваться Маша, Миша, Саша Смотрите, как классно получается Миша, Маша, Саша У кого-то были проблемы с шефом Проходи, присажусь Привет, камера Люди, все привет Саша, ты же вроде человек опытный Подожди, ты был на сцене Тебя снимали по Первому каналу Я как ребенок радуюсь На Первом канале студия большая Сцена называется Театр Российской Армии А здесь так круто А здесь другой Первый канал Первый музыкальный С синхронным вещанием в FM диапазоне Ура, да, мы одни такие на всю страну Саша, ну рассказывай Ты приехал к нам из-за-ма-ры Вот и поиграли, друзья Это была наша пятиминутка Рассказывай, как давно ты приехал? Ты совсем перебрался в Москву? Или ты просто еще наездами В этот раз я не знаю, насколько я приехал Уже в четырнадцатом году я добирался до Москвы Перебирался в Москву навсегда Хватило меня на год и уехал обратно А почему? Ну вот, собственно, ты не прижился как ритуал? Не получилось, не срослось Ну были еще домашние дела, которые я не мог оставить Все так говорят, кто уезжает из Москвы обратно Там домашние дела Да, 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 да Ну здесь просто не получилось у меня как-то зацепиться сразу Вот с наскока Вот, и постепенно в течение последующих четырех лет Работали так Дома живем, в Самаре живем, в Москве работаем Так набегаем, набегаем И сейчас вот все плотнее и плотнее Поэтому я ничего не загадываю Я приехал со всеми вещами Я приехал жить к другу на кухне На кухне? Да, на кухне шикарную Вы что-то, Миш, показываешь, он твой друг Он у тебя на кухне живет Я только об этом сейчас узнал, понимаешь? Купачки начни А я знаю, что он с семнадцатью сумками приехал, Миш Поэтому у тебя места на кухне точно не хватит Да, чуть не сказал и с котом Но нет, кота оставил себе жену Саша Ну, значит, надолго человек прибрался Мне интересно, правда, вот чисто по-мужски Ты мне скажи, семнадцать сумок Да с ним вас так классно здесь Не хватит вопроса Давайте поговорим о вашей студии В качестве пластиковых зрителей Ну давай, ну, задавай вопрос Хорошо, я могу Нет, Саша, Саша, смотри, ты еще не видел у нас сзади Посмотри, какой фон Как будто вот в самом лучшем вечернем шоу Панорама Садовое кольцо называется Панорама Москвы И вот смотри, Саша, я тебя направлю в нужное русло И если бы вот в этой красивой студии Представь себе Твои семнадцать сумок Да положить вот здесь, да около панорамы Да спальничек твой развернуть Что в семнадцати сумках будет? Вот объясни Трусы, носки, зубная щетка В семнадцати сумках Карта тройка Ребята, и карта тройка По тридцать рублей проезд Видать, очень много карт троек на сто лет вперед Я в Москве, я сейчас не слышал вопрос И что-то карта тройка Карта тройка, так Я всегда, часто, когда, ну, часто же в Москве Все там проезды не постоянно Все же здесь проезды не постоянно И покупал в этих терминалах по пятьдесят пять рублей И в прошлом году мне друг сказал А ты пользуешься картой тройка? Я говорю, нет, нафига Говорит, по тридцать шесть рублей проезд Я говорю, да ладно Сколько я сыграл? Китка! Ты согласен, что мир, мир, вот он был до этого знания одни А после этого прям бам и все Да Теперь я понимаю, сколько я мог денег сэкономить Это же целых двадцать девять Саша, давай не будем о грустном Все-таки вот Давайте веселиться Когда про деньги разговор сразу о грустном Есть ли у вас детское шампанское? Давайте его А нам оно не нужно Абсолютно Мы заряжены другими вещами А вы меня позовете на съемки новогоднего выпуска? О, а ты придешь к нам? Да, я обязательно приду Мы тебя приглашаем сразу Будешь шампанское? Круто Я приду в мишуре и в этих В красных трусиках с белой каемочкой такой Саша, ты знаешь, вот у меня есть предложение Даже, наверное, мы не будем тебя звать Ты просто не уходи С Нового года скоро Посиди до Нового года Я свои сумки к вам пересаскиваю Саша, вот я опять же на тебя смотрю И не могу не задать наш уже старший традиционный вопрос Да, давай Вот скажи, пожалуйста Ну, хотел спросить, почему ты такой? Но нет Скажи, как относиться к жизни Даже не то, что с юмором Вот так просто Вот так Вы знаете, когда в жизни наступают Какие-то критические моменты Связанные с личной жизнью, с работой Мы начинаем погружаться в мысли свои В себя погружаться И начинаем все больше и больше Зарываться в своих каких-то Вот, что-то делал неправильно Надо просто отпустить эти все ситуации И жизнь будет ярче во сто раз Я, когда ругаюсь с женой, я всегда говорю Жена, зачем мы ругаемся? Ведь можно не ругаться И в это время И в это время звучит музыка, дорогие друзья Не ругаться с женами Дай музыки Нам Саша за кадром рассказывал Какой-то очень смешной анекдот Который не попал в эфир Мы тут все ухакатываются Да, если бы было так К сожалению Саша Как ты лечил щеку? Очень просто Я ее не лечил Скажи, было больно? Потому что по телевидению Я напомню для наших зрителей и радиослушателей Всегда любая сценочка Любой скетч заканчивался сколченным Который сидел на этом же самом месте Тем, что он просто бил Сашу по лицу Побои Скажи, а вы дружите с колченом сейчас или нет? Мы очень дружим, да Мы лучшие друзья, наверное Он не смотрит Ты можешь говорить все, что ты хочешь, Саша Я же тебе говорил в эфире Он просто так свою любовь проявлял, да? Очень классно он меня бил Мы отработали удар Он делал Он как-то так странно бил Что мне было не больно Создавался просто звуковой эффект И визуальный Актер Так смотри, актерская же есть техника Когда ты бьешь Раз Ну Он прям приходился нормально Да, он не раз Мишка, я тебе покажу как-то Не спасибо Не надо Но все начиналось с боли на самом деле Мы на одном из первых показов Когда мы утвердили эту схему рабочую На одном из первых показов редактором Он мне все к так У меня пошли слезы Я не понимал, почему я плачу Но мы продолжали сценку Редактор сказал Пацаны, паузу сделайте Потому что это невозможно Это уже жалко просто человека Реально Когда чего-то больно на сцене Это просто дождик у меня на глазах Снежинка Снежинка В рот попала Ну скажи, а после КВНа Ну вот на самом деле Не у многих КВНчиков Там дальше складывается как-то судьба Связанная с творчеством Связанная там С телевизионными проектами Но вот у вас По-моему все прекрасно Тебя сейчас приглашают в проекты Ты участвуешь Сейчас выходил шоу выходного дня Выходило, да В выходного выходного Расскажи, как ты туда попал? Я попал туда Я расскажу всем телезрителям И радиослушателям Простой лайфхак Друзья мои Если в вашем коллективе У кого-то одного Получается все по карьерной лестнице Нужно держаться рядом Друзья мои Нужно играть в дружбу Нужно заискивать перед ним Нужно улыбаться Обращаясь ко всем нашим телезрителям Дорогие друзья Вот и раскрыл Саша Секрет нашего вечернего шоу Именно поэтому Нас двое смажет Друзья, держите меня, пожалуйста Если хотя бы у одного получится Другой, так сказать Второй подтянется Подтянется В шоу выходного дня Я попал благодаря дружбе с Димой Ну естественно Он меня где-то рекомендует Когда есть возможность И потом уже продюсеры Просто как задача Ну как, неправильно говорить Задача моего друга Меня рекомендовать Я просто, ну, он рекомендует А уже продюсеры принимают решение Брать или не брать Она кастинги вызывает и так далее А, ну то есть кастинги происходят Ну конечно, да То есть ты приходишься, показываешь А если ты совершенно не подошел То, конечно, тебя не возьмут Совершенно верно Конечно, не возьмут То есть это просто шанс тебе дается Да, совершенно верно А уже дальше спать, что ты или нет Саша, не хочется, чтобы нашим, конечно, зрителям Слушателям казалось, что это такое, знаешь, интервью Патока Какие-то острые вопросы тоже должны быть Давайте, давайте, я готов Вот тебе ответочка Тебя-то Колчин берет А вот в Камеди Вумен я вот Колчина не помню Вот как так вот Почему ты не подтягиваешь того самого успешного товарища У которого все получается Слушай, там в Камеди Вумен вообще была такая ситуация Он слишком тяжелый для Камеди Вумен Там нужно легче и стройнее мальчики Так Вот, что, что, про Камеди Вумен? Ну да, расскажи Тебя также взяли по кастингу, правильно? Но тебя там притянул другой человек, твой друг Ну, практически, да Кто? Да, конечно, мне позвонил один из продюсеров этого замечательного, классного, крутого шоу Камеди Вумен Саид Давдиев Саид Давдиев Это махачкалинские бродяги, по-моему А, слушай, я думала, кто-то из девчонок тебе помог Нет Девчонки, мы с ними дружили до этого Просто, ну Со Скулкиной ты дружил, правильно? Да, со Скулкиной, да, очень так Как забавно звучит со Скулкиной КВН это большая дружная семья, включая вот И мы со Скулкиной, Екатериной, пересекались еще в КВН, когда она уже была звездой комедии Вумен именно А мы еще только, ну как, мы уже играли, еще играли в КВН И она приезжала, то ли в жюри куда-то, то ли везти КВН Вот мы там с ней общались, у нас получается так, что чувство юмора, ну, волны совпадали Иногда мы пикировались так острыми шутками и оставались довольны Ну, я-то думала, что именно она тебя, как бы, и пригласила в этот проект, да, оказывается, все было по-другому, да? Ну, оказывается, задачи продюсеров, они же придумывают концепт, что дальше куда-то Был кастинг, все как обычно А оказывается, дорогие друзья, музыка у нас Телерадиоканал Пристегните ремни, Александр, Мария, Михаил, все отправляются в этот полет-интервью Ну что, Саша, Маша, Саша, 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 Миша, Саша, Миша, Саша, Миша, Саша, Миша, Маша Вчера состоялась Тэфи Да Мне встать? Надо встать, нет? Не, не надо, ты можешь посидеть И, кстати, кто победил номинации ведущей развлекательной программы, нам сейчас расскажет Саша, потому что это его коллеги Саша, кто победил? Да, это ведущие нашего шоу выходного дня, Антон Лирник и Роман Юнусов взяли заветную ступуэтку Круто, мы поздравляем Номинации ведущей Послушайте, но мы же в тренде, Маш, мы же тоже можем похвалиться Ну-ка Лирник сидел здесь, правильно? Сидел, да, там есть Рома, мы ждем на это место Да, Роман, приходи к нам, пожалуйста Но, смотри, шоу-то еще молодое То есть оказывается, что даже вот с первого сезона, не так долго было в эфире И раз, и получить Тэфи То есть всем вообще все возможно Это, заметьте, получило не шоу, а получили именно ведущие Именно ведущие То есть они все делали правильно Вот, и круто Теперь, мне кажется, им никто не скажет Политически верно Так, ребята, давайте как-то по-другому будем сейчас вот работать Да, да, да Они могут сказать, ребята, мы Тэфи взяли Мы сами знаем, как делать правильно Я думала, ты теперь скажешь Теперь мне надо держаться их Да нет Ну смотри До этого работало До этого работало Я буду держаться всех Все правильно Смотри, но также у нас есть еще один очень классный инфопод Совсем скоро запускается очень крутое шоу Которое уже давно прогремело на телевидении Да, 12 лет назад 12 лет назад Даже в 2006 году, да Мам, дорогая, господи, какие мы древние Как будто бы вчера это было, да, Маша? Нет, такое ощущение, что реально это было недавно Помню, включаешь ты телевизор и куда-то переключи А нет, давай Давайте вместе тогда объявим Совсем скоро начнется шоу 3-4 Слава Богу, ты пришел! И, кстати, Александр будет там в актерской труппе В труппе, да Ну расскажи, это же класс, это же вообще ностальжи Мы сняли уже пару программ, вот буквально позавчера закончили съемки Креативный продюсер у нас Александр Незлобин Хозяин нас всех, хозяин Сергей Светлаков Перезапуск, мне кажется, получился, получается Ну я сейчас говорю про съемки, я не видел со стороны, как это выглядит Но все очень атмосферно, очень круто и весело Потому что для участников труппы, для актеров труппы Помимо того, что нужно выучить текст Ну выучил текст, а ты вот две недели его гоняешь постоянно И, казалось бы, говори текст и все Но нет, здесь наступает элемент игры Гость же не знает, что происходит Он попадает в ситуацию, начинает нести Или смешную веселую чушь Или серьезные какие-то... Или тупить начинает вообще Нет, никто не тупил Все молодцы были, да Но просто как-то непонятно, что-то они делали Ломали нам ходы И тут у актера должно было проснуться Чувство импровизации тоже Вот эта чуйка на какие-то ходы нестандартные И подыгрывать актеров, подыгрывать гостю И вытягивать его обратно в правильный текст, в правильное направление Это игра очень сложная, максимально сложная Потому что я-то думал, что я там умею импровизировать Из КВН, я умею импровизировать Разминки там все Ничего подобного Бывали такие ситуации, когда ты стоишь на месте И не можешь ничего сделать А тебе сейчас нужно, чтобы ты симпровизировал А ты не можешь ничего сделать И ты не понимаешь, а что происходит Я не могу ничего сделать Ну подожди, а уха нет? Там режиссер говорит, что-то наговаривает тебе Нет, мы актеры просто берут нас и в воду просто И там как выплываете? Котят бросают вот так Да, и как выплываете Но мы должны придерживаться шуток каких-то Саша, но в этой связи два вопроса, которые интересуют всех Первое, были ли и будут ли неожиданные гости? Прям совсем вау И второе, есть ли какие-то нововведения Относительно классического варианта Того самого из нашей юности с Машей Да, мы же помним, что выезжала некая конструкция Вся в декорациях И погружались в эту ситуацию Абсолютно то же самое Только произошел апгрейд У нас на кнопке вместо Александра Цикава Теперь сидит Сергей Светлаков В зале он не на кнопке, он у нас на кресле сидит, конечно Кресле за столом, а кнопка у него под рукой Ведущий Игорь Верник Ага Вот, да, вместо Михаила Шатца И, ну, декорации новые И они как много со временем идут Все вот эти вот интерактивные экраны Почему интерактивные? Просто экраны Они просто что-то на них показывают Очень все круто У нас был Ургант, у нас был Элван У нас была Летучая Елена О, круто, круто Михеева Круто Сукачев Гарик был Ага, может быть даже Монеточка Зак или Аня Не знаю, еще Галкин у нас был уже Ух ты, круто И все как-то очень позитивно Подожди, какого числа, какого премьера? С 20, друзья мои, запоминаем Внимание С 26 октября На канале СТС В 22.00 по пятницам Вот это самое главное Закомните, переварите Закомните, Боба, ты пришел Телерадиоканал Сильные, я слабая, друзья Но сильные мальчишки у нас сегодня в гостях Один из них гость Один из них мой постоянный свидетель Майк Бойз и Александр Волохов Спасибо за эти комплименты Ура, ура Друзья, мы вот уже не просто так сидим Да, хотелось бы узнать, почему вы в таком глуповатом виде, честно говоря Это корона, я себе корону представляю А, это корона Я чувствую себя пациентом Не знаю чего, но меня будут лечить В общем, Саш, ты за время, скажи, за время КВНа Ты в каких вообще образах, ролях был? Не был Да, в каких-то только не был Я играл в очень многие Был в очень многих образах Но больше всего хотел быть космонавтом Вот сейчас, мне кажется, я похож на космонавта Которого готовят к испытанию Саша, ты готов Готов Абрес, скажи, предметы, ты играл когда-нибудь? Предметы я люблю Любишь предметы? Кровать люблю Стул люблю Мы тебе и поставили Спасибо Все, отлично Итак, друзья, сейчас наша игра будет немножко связана, конечно, с предметами Немножко с животными, может, с овощами Совсем Итак, смотрите, у нас здесь есть специальное отверстие, куда нужно вставить карточку И дальше мы должны будем догадаться, что мы есть Или кто мы есть Отверстие на голове, правильно? Отверстие на голове Да, отверстие на голове Я, значит, давайте сейчас начнем Не показывай мне Давай ты Ты первый Начнем с прекрасной Маши, Миши, Саши Так что вошло Я прикрепил Спасибо, все, присаживайся на свое место Подожди-ка Я не видела, что это Саша, я знаю, как это сделать Опа О, да, присаживайся Изумительно Итак, Михаил, теперь вы Вот эти ваши Прошу Пионерологеревские забавы Итак Я ненавижу эту игру, правда Серьезно, я ее обожаю Вот когда специально надо фантазировать, я никогда не могу это участвовать Подожди, не надо Я отхожу в сторону, сижу и смотрю, как люди издеваются друг на друга Так смотри, фантазировать-то не надо Не надо Надо просто догадаться Итак, смотрите, что мы должны сделать Мы должны задавать вопросы Кто мы есть Там, не знаю, какого мы рода Какого веса, размера, из чего мы И вы должны, вы можете мне отвечать только да или нет Если да, я задаю следующий вопрос Если нет, то ход переходит к следующему участнику Давайте попробуем Саш, давай с тебя начнем Давайте с меня начнем Давай Задавай вопросы Я, а, вот так, да Я живой или неодушевленный? Нет, просто скажи, я живой Я живой? Да Да Очень? Да Я зверь? Да Да Да? Ну да Так, зверь, если очень живой Этот зверь очень подвижный? Нет Нет, спасибо, Саша Я, я теперь, да? Я, я живой? Ну смотри Ну смотри, ну все, нет Нет, все, все, идем Мы сказали тебе нет, теперь он ход переходит ко мне А я что спросил? Очень подвижная Нет Он уже забыл А что нет? Спасибо Окей, Михаил, давай Давай прям сразу с места в карьер Я животное Нет Нет Спасибо Так, 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 так Значит, я мелкоподвижное животное Так, это значит, может, ленивец? Нет Нет Ты бы еще вопросы уточняешь Все, не хочешь вопросов Я пошел У меня три животных есть Окей, окей Я растение? Да Да Растение Меня едят люди? Да Я сладкая Да Я сладкая То есть, так, сладкая Я ягодка? Нет Я человек? Нет Спасибо Ну ты же Я животное спросил тогда Так, так, так Так, Саша, давай У меня есть шерсть? Да Да Ага Спроси же, может, про... А я обитаю на севере? О, нет 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 Про размер бы спросил Ладно, спрошу еще раз Так, окей Я, значит, сладкая Я растение Да Меня едят люди Да Меня едят в салате Да Да Я огурец? Нет Нет Я предмет? Да Да Давай, все, хватит Я инструмент? Нет Давай, ты Я большой? Нет Ты А, нет Так Я Сладкий помидор Нет Нет Мне кажется, друзья, эта игра никогда не закончена Продолжим после песни Оставайтесь весь с нами И что, сейчас заходить будем, что ли? Продолжаем, друзья Итак, игра у нас продолжается в самом разгаре Шоу третий день Давайте Угадывайте На ком основе На тебе, конечно На мне, да? Давай, да Я живу в Африке Да, там есть, да Да, точно, да Орел есть, да То есть я пушистый, живу в Африке Я мармазетка Почти Почти Айсан, дорогой, почти Так, значит, я сладкий Да Я овощ Меня добавляют в салаты Да Я А что же сладкие овощи-то может быть? Может, какой-нибудь перец? Спасибо Да Снимай, пожалуйста Мы закончили эту игру Мы закончили эту игру А мы можем тоже посмотреть, кто мы Ну, Миш, давай ты последний вопрос Ну, хорошо Закончили, да, я? Да Давайте посмотрим Да, тебе не хватает Эта акция, Сара Я шляпа Ну, мармазетка была близко За что скажу Могли бы мне подыграть На лепильбу какой-нибудь С головой снимаем Окей, друзья Ну, в общем-то, что Подвели итоги Кто победитель Я спасибо Спасибо, было очень приятно С вами поиграть, конечно Да Кто придумал, кто-то победил Саш Да Но сегодня самый главный герой у нас Ты Давай еще разок проанонсируем Выход шоу Где можно будет на тебя посмотреть Во всей красе Итак, стартует премьера Какого числа? Слава Богу, ты пришел Новое возрожденное шоу На канале СТС Первый выпуск премьера Состоится 26 октября В 22.00 По московскому времени На канале СТС Повторюсь С периодичностью Раз в неделю Каждую До До бесконечности Пока мы не устанем Это все снимать Ну, слушай Ну, а вот ты рассказывал Что импровизация Должна там, естественно Должен человек уметь импровизировать Вас как-то готовили к этому? Нет, у нас кастинг был На котором задавали просто Ну, задания просто дают И ты сходу с летом реагировал? Да, как ты реагируешь должен То есть там вот Играй такой образ Сейчас такой Давай смоделируем ситуацию Нет, нет, нет Этого, знаешь, не надо заигрывать Ты вот расскажи конкретно Вот что говорили Сыграй перец Нет, мне сказали так Давай сейчас А, сказали Вспомнись смешную историю из жизни Я ее вспомнил Она не совсем легальная Потому что Самое первое Что вспоминается А, где-то там Веселились команды Ну, да, да Я начал ее раскаривать Мне режиссер сказал На кастинге Говорит Хорошо, теперь расскажу Как дагестанец Как ботаник Как пенсионер То есть О, прикольно И потом уже давали Кусок текста Из номера Который мы вот Уже сняли, кстати И мне сказали Давай вот ты играешь Официанта Вот И давай вот Моделируем ситуацию По тексту пошли И у меня текст был Соответственно А режиссер Который играл роль гостя У него текста не было Он мне просто ответ отвечал В ответ что-то мне говорил И ты должен был схватиться И дальше вывести его Да И он как-то импровизировал Уходя Пытаясь уйти с линии поведения Да, да, да Но мне не понравилось Как я сделал Там Ну, скажи Сразу все резервы из головы Все включается Откуда-то на подсознании Ничего не включилось Потому что непонятно Как ну Человек Когда себя Рефлекторно ведет Как мы квенщики Когда аудитория есть То есть ты вот Захватил там Не знаю Одну симпатичную девушку 20 человек в зале Что-то к тебе на метро В метро Кто-то на тебя посмотрел И все А сама с Ельча там Да Ты контакт нашел Со зрителем Все И ты тут павиан Вообще Все Распушил свои перья Как у павиана Так И все А когда здесь сидит Директор по кастингу Серьезно так В ноутбук Что-то забивает Оператор стоит Смотрит И режиссер Вот так вот Обстановка Короче вообще не творческая Вообще прям Я может Я домой пойду Стоять Зачем я сюда пришел Но мысль о кухне Слава богу О жизни на этой кухне Все-таки давала тебе Движение вперед Чтобы туда просто Не вернуться Скажи У тебя же нет Профессионального Актерского образования Вот это мешает Скажи Или вот ты Хотел бы поучить Или наоборот Помогает То что ты там Не заштампован Не зашорен Вот здесь в этом плане Скорее всего Я думал что мне мешает Я на репетициях Очень не Сам не свой ходил Потому что я переживал У ребят Кто с актерским образованием Все получается Полегче Да Они сразу Потому что режиссер Сразу сдает На репетициях Вот так надо делать Вот так делай И они хоп Сразу схватывают образ Как-то поведение сразу Поменьше там Вот эмоцию допустят Я плюсую Очень много Переигрываю А у актеров У них как все сразу В ноль идет Они как сразу Хорошо на уровне делают А у меня говорят Ниже, ниже, ниже А ты не понимаешь А я не понимаю Куда ниже Я так уже Я уже лежу Вот сейчас Твой звездный час Саша Ниже ничего не нужно делать У нас Будь самим собой Будь собой Ори Для меня самое важное В жизни Саша Лопасти вертолета Согласен Иди И типа Иди Хотел сказать Иди по жизни С юмором это Всегда весело Если бы сейчас Был 1018 год Что бы ты делал Работал на каменолом А 3018 Работал на каменолом Если бы не юмор Ты бы сейчас Лежал Под машиной В автосервисе Красавчик Саня Александр Волоков Был сегодня у нас в гостях Спасибо за потрясающий Теперь приходи еще Уп Телерадиоканал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok